Приветствую вас, Алена. Так ли важно, с чем связано такое поведение с выкровой? То есть, ну, на самом деле, так ли это важно? Потому что, как мне кажется, ответ на этот вопрос вам, мягко говоря, ничего не даст. С выкровой, она ведет себя так, как ведет, и вряд ли ее поведение изменится в ближайшее, скажем так, время. Поэтому тут больше вопрос, который интересует меня, да, он больше касается того, почему вы вот так вот реагируете, например, Нет. На, в игре. То есть, с чем связано? То, что вы так реагируете на нее. Вас это как-то выдевает, вас это как-то, ну, вам это как-то делает больно. Вот. Или что? Вот. Это, мне кажется, куда более важным моментом. Вот. Потому что, если вас это как-то выдевает, если вас это как-то напрягает, то я бы сказал, что с этим можно и нужно работать. Вот. Работать может быть в контексте, там, допустим, ну, допустим, вашей уверенности в себе, в контексте того, чтобы вы могли несколько лучше давать свекровый отпор, чтобы вы могли несколько лучше демонстрировать свекровище своей, свою позицию, не вступать с ней в конфронтации, с, ну, вот, ненужные, да, которые, в общем, в общем и целом, скорее вредят, нежели чем идут на пользу. Ну, и, соответственно, вашему мужа тоже вот научиться показать, ну, как, ну, как вообще вот, в принципе, можно было бы реагировать на это, например. Вот. То есть, вот этот момент, мне кажется, важно осветить и озвучить, а не то, почему, из-за чего она себя так ведет и так далее. Вот. Такая ситуация, если говорить, опять же, там, допустим, да, с точки зрения того, вот, что можно здесь сделать, например. А, в целом, выглядит все так, как будто бы вы, вот, не совсем уверены в себе, вот. А, в целом, все выглядит так, как будто бы вы, вот, не очень, уверены в себе, да, и, вот, а, как будто бы вы, там, знаете, сомневаетесь в себе, все сомневаетесь в том, допустим, способны ли вы, там, адекватно воспитывать, например, ребенка, вот, своего, и выглядит все так, как будто, вот, для вас это стресс. Я понимаю, что может быть стресс, действительно, может быть стресс. Вот. Но, вместе с тем я так же понимаю то, что, там, в некотором смысле, скорее, вот, скорее ваша проблема, нежели чем проблема свекрови. Это проблема, скорее ваша, в контексте выстраивания личных границ, нежели чем проблема свекрови, у которой, судя по всему, все хорошо. Вот. Ну, понятно, что, понятно, что в известной степени у нее все хорошо, вот, но, тем не менее. Поэтому, на мой взгляд, решать здесь этот момент, этот вопрос, как мне кажется, нужно вам, в первую очередь. Вот. И смотреть на свои собственные реакции, которые у вас, ну, возникает, возникает. Вот. И дальше уже, вот, от этого отталкиваться, да, и от этого уже, как-то, вот, продвигаться. Как мне кажется, повторюсь. Если только вы, вот, ну, хотите, действительно, разобраться в том, что происходит, ну, вот, с вами, допустим. Это, мне кажется, важный момент. На ребенка влияет то, как взаимодействуют взрослые, на ребенка влияет то, как взаимодействуют взрослые, с ним, а, с ним обращаются, вот, ну, то есть, тут, как, обращаются с ним, как обращаются, условно говоря, там, с ним родители, прочие противоречия и это как бы все оказывает на него влияние, конечно же, поэтому я бы в частности для него, может быть даже ради него, постарался бы обратить внимание на эти вещи, которые, мне кажется, ну как минимум достаточно важны. Вот как-то так. Поэтому мне кажется, что вы движетесь не совсем корректным направлением, мне кажется, что вы пытаетесь понять свою свекровь. Только вредите себе, вот, обрекаете себя на провал, потому что, ну, что будет тогда, если вы, словно говоря, не поймете, что произойдет в таком случае, что произойдет тогда. Как бы на это вот я бы рекомендовал вам обратить свое внимание. Как мне кажется, это важно. Вот. И важно, чтобы вы взяли за себя какую-то ответственность, вот, за то, что происходит в жизни вашей жизни ребенка, вот, и выстраивали со свекровью максимально возможные для нее отношения. Вот. Ну, я люблю такие отношения, которые возможны, возможно, выстраивали с ней. Вот. Вот так вот. Ну, я думаю, что я надеюсь, что я надеюсь, что я могу вам, а, буду благодарен, за обретную связь, по моему, а следует вам это поможет вам начать работу над собой, если вы, конечно, этого хотите, вот, если вам это интересно, это поможет начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи!